Привет! Сегодня опять радостный день. Встреча с молодыми предпринимателями. Мы продолжаем серию встреч с самыми интересными молодыми предпринимателями, которых мы знаем. Я недавно столкнулся лично с проблемой, что у меня очень дорогой склад, где хранятся куча вещей, которые давно не пользуемся. И я посмотрел, кто на рынке предоставляет самые лучшие предложения в складских помещениях и нашел компанию «Склад24». Основатель Артема оказает 24 года. Он со своими друзьями детства, Александром, Алексеем, вместе 4 года назад отплыли в приключения, как можно создать самое масс-маркет-предложение по складским площадкам, при этом привлекать всех клиентов через интернет. И сегодня мы с ними познакомились, узнаем, как можно начать бизнес без всего, только имея упорство, желание и вот эту энергию не сдаваться без стартового капитала. С нуля построили большой бизнес, в котором сейчас уже тысячу помещений, которые арендуются клиентами. Поехали! Спасибо, что выделяете время для будущих предпринимателей. Вот у нас целый-целый канал про предпринимательство. Все задают постоянно вопрос, как сделать то, что вы вот сделали за 4 года, да? У вас очень интересная история, потому что Артем, ребята, работал в складской компании, Александр, Алексей работали в интернет, привлечении, трафика, да, и они вот объединили свои скиллы, они были друг другу очень нужны, и вы стали партнерами, ровными партнерами в этом бизнесе. И до сих пор сохранили полностью владеет этим бизнесом, без инвесторов, без стартового капитала смогли сохранить полностью на этапе масштабирования, смогли сохранить. Это тоже очень мало кому удается, так что огромная история успеха. Ну давайте покажите тогда свою компанию, как все работает. Я, кстати, ваш целевой клиент, я прямо вот в данный момент нахожусь в поиске. Мы специально для тебя подготовили. Специальное предложение. Кстати, это стандартные контейнера, да, это вот, которые до этого плавали где-то по морю. Да, это контейнеры, в которых перевозят большинство грузов по морю. У нас есть 4 типа, самый большой это как фура, и дальше пополам, 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 пополам. Ну все просто. Получается 40 футов, 20 футов, 10 футов и 5 футов. Ну то есть под разные, в 40 футов в основном бизнес арендует. Или если трехкомнатную квартиру надо для ремонта, ремонт делаешь, надо вывезти, туда все влезет. Ну а дальше уже это просто самый маленький объем арендует. Просто клиенты, ну шины положить, там велосипед, лужи. Ну объясните, почему вот самая фишка бизнеса, что-то такие, очень достаточно низкая цена, да, хранения. За счет чего у вас получается такая низкая себестоимость? Ну мы начинали с нуля, у нас не было денег на затраты. Поэтому у нас изначально было все выстроено так, чтобы минимум тратить. То есть мы находили участки земли, которые никто особо использовать не мог, или они не сдавались, или еще что-нибудь. Старались снимать их по минимальной стоимости. Дальше мы покупали контейнер, у нас не новый, мы покупали глушный, потому что там 10 лет контейнеру или 20, это нет никакой разницы, они одинаково хороши. И дальше, соответственно, вся модель выстраивалась так, чтобы не иметь никаких затрат. То есть, ну когда вот с нуля все строишь, нам нечего резать, у нас изначально мы новую ничего не стараемся добавлять. Да, вот 20-футовый контейнер, 15 квадратных метров. Это ваш продукт? Да, да. Здесь сколько квадратных метров? 15 квадратных метров. 15 квадратных метров. Ну вот сюда двухкомнатную квартиру сюда вывезти можно легко. Ну это сейчас, конечно, огромный спрос на это, да, потому что у людей, есть гигантский тренд, что у людей больше и больше вещей в целом, да, их всех надо где-то хранить. Плюс сезоны, зима, лето, вот это все, всем нужны площади. У нас до полности более 95%. То есть вот на этой территории всего два свободных контейнера, а здесь более 150. А как появилась идея? Потому что я помню вот сам себя, каждый раз, когда я приезжал в Америку, особенно в Калифорнии, да, когда ты едешь в Сан-Франциско в Лос-Анджелес, и ты просто смотришь из окна, там просто вот этот self-storage, self-storage, как Макдональдс, да, просто эти self-storage везде. И когда я вот в Америке проводил время, я всегда думал, что это же огромная ниша, которая, потому что если посмотреть Германию или Россию, такого бизнеса, как self-storage, были гаражи, да, которые сейчас много снесли, а такого бизнеса, как self-storage, где ты сам можешь привезти, забрать и так далее, особо не было, да? Как вам пришла идея? Мы занимались трафиком, и в какой-то момент стало понятно, что продавать трафик на партнерке рано или поздно станет невыгодно, потому что стоимость привлечения клиента будет все больше и больше. Даже, возможно, она будет съедать всю прибыль от первых двух-трех покупок. И мы начали искать какие-то варианты бизнеса, где клиент сидит, ну, долгие платежи, где он может из месяца в месяц платить. В этот момент, соответственно, наученные книжками Киосаки и так далее, мы начали искать, что понятно, что недвижимость купить дорого. И мы начали искать варианты, при которых не нужно таких огромных вложений, да, и при этом такая модель, что человек заехал и каждый месяц платит. У нас есть клиент, который 4 года с нами. И в какой-то момент мы встретились с Тёмой, он как раз работал в таких этих городской компании, и он рассказал о том, что на территориях, в принципе, ну, там стоят контейнеры, бывает, там, ну, это просто не системный, не такой неорганизованный бизнес. И мы решили сделать сеть, мы решили сделать, там, круглосуточную работу, ну, максимально, там, сервис, ну, это было в мыслях с самого начала, да, но смысл был все равно в том, в киосаки, в киосакиских принципах, да. Это актив, который производит доходность. Да, да, да. Сдаёт денежный поток. А ты это увидел, ты вот увидел, что там, где ты работал, были такие контейнера, и они давали огромную доходность, да, ты это как-то почтуал. Мы не давали огромную доходность, это, наоборот, услуга была с очень плохим обслуживанием, и мы решили сделать это как хорошую услугу, очень клиент-ориентированную, чтобы люди были довольны. Просто увидели, ну, а ты, а в чём, как ты увидел потенциал, что это очень прибыльно? А мы, когда нишу начали тестировать, мы перед тем, как открыть первую площадку, ребята как раз запустили рекламу, и мы многим клиентам отказывали, проверяли, какой на этот спрос, вот, в каком месте лучше открыть первую территорию, потому что у нас было, не было права на ошибку, там нужно было расслабнуть и обязательно выстрелить. И когда мы так получили первые 10 клиентов, мы поняли, где надо открываться, поставили первые 4 контейнера свои. Я хочу тут добавить, что на самом деле мы зашли в нишу, по сути, аренды коммерческой недвижимости, без покупки самих дорогостоящих зданий и так далее. То есть у нас реклама вся идёт как коммерческая недвижимость, склады, а не как контейнеры какие-то. Да, без строительного цикла, без девелопмента, да, без этого всего. То есть вложение намного меньше, а ниша такая очень, доходная. Я очень часто, когда я разговариваю с предпринимателями, была какая-то боль, у вас был какой-то бизнес, да, вы там продавали, покупали трафик, продавали трафик, там снизилась очень доходность, даже была отрицательная частичная, да, и огромная боль. И вот эта боль, она рождает некую инновацию, да, как бы вот, и очень часто, очень многие бизнесы рождаются через боль. Люди кто-то что-то делают, есть боль, а потом от этого рождается очень хороший бизнес. И вы искали, по сути, некий бизнес-модель, у которой длинный жизненный цикл, и где можно зайти с небольшими капитальными трафиками. Да, и здесь есть масштабируемость. Ну, здесь можно масштабироваться. Мы не видели здесь потолка, в принципе, потому что существовали, там, с 2008 года начал развиваться этот рынок, строили, там, трехэтажные склады, рассчитаны на много лет, да. Там очень много инвестиций, ну, то есть, если мы думали, что такие гиганты, как бы, выживают, то мы спокойно можем с контейнерами, с ними конкурировать. Вот, тем более, что мы можем как-то уступать по цене, но в данном случае сейчас это уже не требуется, но вначале мы предлагали более дешевую цену, чем сетевые компании. Вот вы сделали такой блиц-анализ, поговорили, а какие были ваши первые шаги? Вы сначала сделали лендинг, вы как интернет, да, какой-то лендинг сделали и начали трафик проверять, какая стоимость привлечения или... Ну, честно, мы запустили, мы всегда делаем с минимальными, даже порой на сайт силы не тратим. Просто, если люди звонят хотя бы с объявления с Авито, там, или с каких-то вещей, это уже, значит, я сейчас отклонюсь, не знаю, для контента это. Мы сейчас думаем о еще одном бизнесе, мы вот сейчас его прорабатываем. То же самое было с контейнерами. Когда ты отказываешь тридцатому клиенту в аренде, когда ты объехал уже десятки территорий, нашел уже самые оптимальные, там, по всем условиям, которые нужны, самые дешевые, там, там просто нужно собраться и принять решение. А если это начинать, что... Ну, надо облегчать, нужно как бы не дальнюю себя, где-то в голове иметь дальнюю, а делать... Я просто сейчас делаю это маленький шаг. Я просто поеду, посмотрю площадку. Я просто размещу объявления. И, ну, если будут звонки, будут. Нет, нет, у меня вот это завышенное ожидание, это не разочарование. Когда ты просто думаешь, ну, я посмотрю, а когда у тебя уже набралось пул клиентов, который готов арендовать, когда у тебя там все есть, это все понятно, как это сделать, что... Ну, все работает, просто надо сделать. Длинный путь, это сначала создать какой-то продукт, потом это дорого и длинно, да, а потом, может быть, не продать. А просто продавать, и потом, действительно, даже если ты 10 клиентов потом отказал, но если ты понял экономику, сколько тебе стоит привлечение, какой спрос, какая цена образования, это вообще фантастически. Соответственно, вы просто запустили объявление, плюс какой-то лендинг, там, поняли, что есть спрос, и потом начали создавать тот продукт, который продали. Да, именно так. То есть мы сначала в роли, потом создали продукт. Это, кстати, хороший показатель, что вот очень многие люди просто, они даже не знают, что у них там хранится, просто, ну, платят, платят. Очень, ну, длинные циклы, может быть, когда им пригодится, но в конечном итоге, даже кто-то умирает, дети дальше платят. У нас в ближайшие 3-5 лет мы хотим сделать 10 тысяч контейнеров в Москве. 10х, сейчас тысяча. Ну, мы начинали с плана, у нас первый план был на 5 лет 600 контейнеров. И этот план мы сделали, там, через 3,5 года. Поэтому, ну, это приятно, честно говоря, когда план реализуется быстрее. Вот следующий план у нас на 5 лет 10 тысяч. Ну, я думаю, что, может быть, мы тоже его сделаем за 3,5. Это уже будет такой, достаточно большой бизнес будет. 10 тысяч контейнеров, это какого размера бизнеса, примерно? Ну, это больше миллиарда рублей вырушки ежегодно. И при этом доходность на вырушки. И бенда где-то 45%. Соответственно, это такой уже, это уже средний крупный бизнес, ну, средний бизнес. Ну, да, да, причем это, мы мыслим не так, мы мыслим, что это 300 миллионов прибыли в год. Сто каждому нормально. Круто, круто, не, реально. Сделали первый шаг, сделали вот этот, ну, продали, потом искали площадку. Первые 4 контейнера, как-то, сколько, сбросились ли кредит, потреб кредит брали? Как вы это, первые контейнера? Не, мы сбросились, нам хватило этого, на первые 4 контейнера. Это сколько было? И арена территории. Сколько было 4 контейнера тогда? Ну, в месяц арена территории где-то 300 тысяч, может быть. 300 тысяч рублей, это вот то, что, зарплаты тогда. Да, 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 да. Это были последние вообще деньги, нам после этого вообще, ну, то есть, как удача, надо было резко решать, ну, чтобы бизнес приносил, потому что дальше надо было жить как-то. Я понимаю, бизнес сразу начал приносить какую-то доходность. Дело в том, что 4 контейнера не могли приносить, поэтому мы поняли, что нужно растить, и нужно растить быстро. И первые контейнеры мы сдавали, просто приезжал клиент, мы ему говорили, слушай, все контейнеры заняты, вот здесь место, плати, пожалуйста, там, депозит первые 2 месяца, если ты на это согласен, мы завтра тебе привезем сюда контейнер. А это уже было там 70% стоимости. Вот, и мы просто брали потребительские кредиты, мы взяли здесь принцип Киосаки о том, что ты покупаешь в кредит, ну, объект недвижимости, да, и, соответственно, платеж по нему должен быть такой, чтобы все затраты, плюс платеж по кредиту, там, тело плюс проценты, и чтобы ты еще сверху тебе что-то оставалось, что ты мог на себя выводить. И, собственно, очень быстро мы вторую площадку открыли, у нас там через полгода уже было 3 площадки, и уже, ну, мы уже смогли нормально себе, ну, вытаскивать деньги на жизнь хотя бы. Ну, а потом... И брали кредиты на финансирование новое, правильно? А это, кстати, тоже огромная проблема, мы приходили к людям, а никто нам не хотел давать деньги, все говорили, как бы, нет, там, даже мы там, даже с начала доли предлагали, типа, давай доли, ну, никто нам не хотел давать деньги, и мы просто применили такую схему, когда ты берешь несколько потребительских кредитов одновременно, ну, потому что денег надо много. Как, сколько ты взял, так? Ну, я взял 8 кредитов одновременно, почти в банках, и, ну, мы их там гасили досрочно, то есть, потом там параллельно еще появлялись люди, у которых мы еще привлекали деньги. Сейчас у тебя хорошая кредитная история. У меня просто, то есть, мне кажется, у меня кредитная история такая, что к моим годам невозможно взять столько, если их по одному. И потом вот вы брали-брали кредиты, в какой-то момент вы могли уже покупать новые контейнера из кеша, который проходил от старых. Да, 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 сначала мы как бы наращивали эту базу, вот, и там, через год, там, мы отдали, там, первый кредит отдали мы через год, потом там, соответственно, потом мы поняли, что, в общем-то, у нас есть возможность выбора, мы можем прибыль там себе забрать, если ты себе что-то купить хотел, но себя надо вознаграждать, иначе нет мотивации работать, ну, вот. Сколько вы бы вынимали из компании? За какой период? В месяц? Ну, там, да, примерно, примерно там. Ну, мы где-то 2 миллиона вынимаем в месяц. В месяц? Вот сейчас, да? А до этого, когда вот первые, первые, когда вы начали? Первые, это было вообще на еду. Ну, то есть, как бы, ну, честно, ну, ребят, хочу сказать, ну, в плане, не знаю, какого складывается, у нас первый год был тяжелый. Первый год, то есть, ну, реально, там, где-то еще подрабатывали, чтобы нам на жизнь хватало, ну, а потом, ну, после первого года, так, ну, нам уже, наш бизнес стал нас обеспечивать, и уже к, так скажем, довольной жизни, вот, где-то на третий год только пришли. Ну, это очень бис. Три минуты, двадцать секунды. Время нашего лучшего игрушечка Оскара. За последние, там, 15 минут столько раз упомянули фамилию Кайвазаки, что хочется прямо на этом остановиться. Это, видимо, книга, которая сыграла огромную роль в вашей жизни, да, вот, или принципы. Как вы, ну, почему это так важно, вот, постоянно Кайвазаки, Кайвазаки? Вообще, наверное, это вопрос более, может, я чуть-чуть расширю про учителей. Дело в том, что очень, порой в жизни, ну, те, кто, те, кто доступны, может, у них не очень занимаешь как учителей. Ну, или, так как говорится, нет права к своему отечеству и так далее. А тех, кого ты хотел иметь в учителях, они тебе недоступны. Да и, в принципе, если бы, там, мы сейчас приехали к Кайвазаке, но уделил бы он нам час, смог бы ли он донести за этот час, там, весь свой опыт, весь свой. Все-таки, ну, мне кажется, бизнес, так же, как и, там, мастер, у него всегда есть подмастерья, всегда есть учителя, ты смотришь на него и принимаешь опыт. И самый доступный, мне кажется, способ этой книги. То есть человек потратил кучу времени, излагая в книгах свой опыт. Он написал, ну, реально, он никогда в жизни на тебя столько времени потратил, как он потратил на книгу. Это действительно полезная информация и действительно изложено то, что тебе и требуется. Кажется, что никто не откроет секрет, но на самом деле открывают действительно на бумаге. Возвращаясь к Кайвазаке, я заболел и две недели лежал. Я за две недели прочел все его книги. И, честно говоря, это очень помогает выстроить стратегию. Он, человек, просто поделился своим опытом, он сказал свою историю, что ему было тяжело, как он, потому что он свою жизненную историю разбил, на самом деле, по кусочку разных книг. Он не говорит об одной вещи очень важной, о том, что если вы приобрели недвижимость, вам еще нужна компания, которой управляешь. Покупаешь целую квартиру, получаешь столько же, как ваш один контейнер. Да. Хотя стоит 30 раз больше. А проблем еще больше, потому что тебе звонят, то стенка стучит, то... То край потек. Да, и тогда. И 78 других вариаций проблем. Я, на самом деле, когда купил первую свою недвижимость, я сначала злился, потому что так много проблем было. А потом я начал кайфовать от этого, потому что я за 5 лет насчитал 100 разновидностей проблем, которые могут быть. И в этот момент я принял решение создать тоже управляющую компанию актива. Теперь у меня тоже управляющая компания, которая... И тогда это становится пассивным доходом, да, а иначе абсолютно без шансов. Я не совсем отметаю там принципы, да, как бы вот... У нас земля, которую мы арендуем, в совокупности в год мы за аренду там платим, наверное, больше 30 миллионов. Не хитро бы считать, что за 10 лет, с учетом увеличения стоимости, там больше 300 миллионов. То есть, если бы мы могли взять ипотеку и выкупать просто эти земли, то, соответственно, это... Ну, в итоге, если процент был такой, что мы могли бы себе это позволить, то у нас бы это просто росло как актив. А так это просто расход. Ребята, вот вы еще на самом начале пути, только 4 года такого хардкор предпринимательства. Но, тем не менее, какие ваши главные советы, какие ошибки можно избегать, что... Вот каждый из вас самый главный вот такой вывод за 4 года предпринимательства. Не зацикливать все полностью на себе, потому что в один момент ты сдуваешься, тебе все надоедает. Хочется отдохнуть, хочется на месте куда-нибудь улететь. Поэтому, если такое наступает, надо улетать. Надо найти людей, которым делегировать какую-то рутинную работу и не бояться, что они сделают хуже, хотя все время такие страхи существуют. Пусть они сделают хуже, но они сделают, потом научатся, ничего страшного, а ты будешь свободен и можешь дальше спокойно мечтать и развивать дальше свой бизнес. Потому что очень важно, чтобы эмоционально ты себя чувствовал заряженным. Конечно. Ну, лично я иногда у меня бывало такое, что да ну, уже все надоело. Любой бизнес приедается со временем, становится его не очень интересно. Ну, в этот момент поддерживают партнеры, то, что я не один, а они могут быть на подъеме, у них новые идеи, они нет вот там, давайте дальше двигаться. Ну, либо мы просто с другом уезжаем куда-то в отпуск и после этого у нас с новыми силами, с новыми идеями продолжаем. Я добавлю еще про неизбежность, потому что, ребят, на 4 года не хватит никакой мотивации. Только создавать для себя ситуацию неизбежности. То есть сначала все просчитывать, готовить. Вот часто страх это то, что не знаешь как. Начни делать по одному шагу, хоть как-то на сегодня, вот сегодня маленький, завтра маленький. Когда у тебя накопится критическая масса, на самом деле ты будешь готовы легко принять решение начать бизнес. Но потом, чтобы удержаться, не хватит никакой мотивации на 4 года. Нужно создавать себе условия, возьмите кредит, вообще очень хорошее условие, землю в аренду взял, уже обязательства, сотрудника нанял, уже обязательства. Нужно создавать так, чтобы в какой-то момент ты не мог слиться. Команда это тоже, кстати, обязательство, если ты с ребятами договорился, ты не можешь их предать. И мне кажется, что в долгую можно делать только в ситуации неизбежности, когда у тебя нет варианта слиться, когда у тебя нет, мозг сожжен. Да, очень круто. Ну спасибо, ребят, спасибо огромное. Спасибо, Оскар. Вы большие молодцы, настоящий пример. Так что полный вперед, 10 тысяч контейнеров и спорткары, чтобы у вас все было. Встретимся еще раз через сколько лет? Через год. Да, через год. 10 тысяч. Ну все, все секреты, как начинать с нуля раскрыты. Дальше действовать будете вы. Мы поехали работать. Пока-пока.